Друзья мои, я в шоке, у меня находка просто супер, блин, как ее здесь пропустили, тут все абсолютно в следах, сигнал еще просто, ну такой жирнючий, мощный, мега мощный сигнал, и я, ну буквально, наверное, с 5 сантиметров выкопал, просто мега жир, просто мега жир. Друзья, все мы знаем, что старинные вещи, монеты, награды, древние артефакты стоят очень дорого, ну а заработать на продаже антиквариата можно с помощью аукциона Виолити, здесь профессиональные эксперты помогут вам определить вашу находку, удобная система поиска позволит узнать цену на нее, а большая клиентская база даст возможность продать по самой выгодной цене. Открывайте торги и зарабатывайте на этом деньги. Ссылки на аукцион и ютуб канал Виолити вы найдете в описании под этим видео. Рад приветствовать вас, друзья, вы на канале в поисках золота и кладов, и сегодня мы с вами компаемся, приехали, а место выбито, перевыбито давным-давно, а сейчас выхажено по новой, друзья, и есть у меня первая находочка, и я вам сразу же хочу ее показать. Вот, ребята, чтобы вы понимали, все в следах. Вперед, назад, везде. Все похоже на него. И черный сигнал сверху лежало. Смотрите, что. О, смотрите, какая вещь. Вот такое вот. Что это такое? Дротик. Можно это назвать копьем. Вот так громко. А можно просто дротиком втульчатый. Так. Ну, друзья, отличная первая находочка. Я, конечно, сюда приехал за монетами, но такие вещи мне тоже нравятся. Супер. Отличная находка. Наконечник копья. Периода великого переселения народов. Примерно 4 век. Судя по тому, что попадается на этом месте, принадлежало оружие готам или гунам. Это сулица или втульчатый наконечник легкого копья. Разновидность метательного оружия. Артефакт недорогой, но находка очень интересная. Купить или продать похожий наконечник можно примерно за 10 долларов. Много это или мало? Вопрос риторический. Но вот то, что если этот предмет правильно не почистить и не законсервировать, то проживет он у вас в закромах совсем недолго. Поэтому советую всем либо сразу на продажу, либо к профессиональному реставратору. Ветер, друзья, ураганы. Я тут между ним курсирую и есть у меня первая монеточка. По-моему, динарчик. Надеюсь, серебряный. Итак, друзья, вот он, вот он этот динаричек. Как же я ему рад. Как всегда, не смотрел еще, что это. Давайте вместе взглянем на эту монеточку. Залипший, конечно же. Ну, на некоторых каналах, вот я смотрю, постоянно какие-то они чистенькие влазят. У меня же, ну, все время вот такие залепыши. Че так? Не знаю. Подозрительно. А че залипший, друзья? Да потому что это ли местный бронзовый динарий? Эх! Кто это? Пи, по-моему. Но не уверен. Не серебряный, поэтому, друзья, не важно. Иду дальше. А вот и нет. Динарий оказался серебряным. На нем изображен Луциэлий Аврелий Комад, римский император со 180 по 192 года. Правление Комада можно назвать началом конца Римской империи. Он практически не занимался государственными делами, предпочитая им развлечения и разврат. Все годы его правления сопровождались лишь истощением казны и огромными хищениями. Чисто, друзья, для количества сигналов нет. Поэтому покажу вам вот такой вот советик. Три копейки 1957 года копнул. Редкие у нас какие? 58-го. Пробные монеты, которые так и не поступили в оборот. По-моему, так. Ну, а это обычный Трайбан 57-го. Забираем и ищем Рим. Друзья мои, если вас интересуют настроечки, с которыми я хожу, да и в общем и целом, как настраивать Деус, то специально для вас. В описании под этим видео я оставил ссылочку на ролик, в котором подробно рассказываю о своих настройках. Так что, уважаемые Деусоводы, кому интересно, переходим и смотрим. Друзья мои, я в шоке. У меня находка просто супер. Супер, блин. Как ее здесь пропустили. Тут все абсолютно в следах. И сигналище просто, ну, такой жирнючий, мощный, мега мощный сигнал. И я, ну, буквально, наверное, с 5 сантиметров выкопал. Просто мега жир. Просто мега жир. Друзья, супер, супер. Ох, день уже удался. Да не то, что день, я не знаю. Это находка месяца, а может быть и мега мощь года. Смотрим. Вот, друзья, двигался я вверх на горбочек. По следам, ну, понятное дело. Вот, ну, ничего страшного. Ребят, ходите по следам тоже. И смотрите, с ямочки. Вот, смотрите, ямочка, смотрите. Ох, ох. Ну, 7 сантиметров. Смотрите, что лежит. Вы посмотрите на этот размер. Лунница, друзья. Ох, ох, ох. И она в серебре. И она в серебре. База Фака. Вот это мощь, ребята. Вот это находка. Не, ну, друзья, по Риму я таких огромных лунниц никогда не находил. Знаю, что были такие паруси. Вот, ну, там в зерне уже все. Вот, а тут как бы, как будто летая она такая. Вот. Вот это находящее, друзья. Ну, тереть не буду. И главное, целая, друзья, целая. Ох. Ох, 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 ох. Вы посмотрите. Вы посмотрите на эту красоту. Я не знаю. Я счастлив, друзья. Я счастлив от такой находки. Да. Ну, что-то, друзья, вот протер. Мне кажется, что все-таки это не серебро, а оловянистая бронза. Ну, все равно это размер. Ну, посмотрите на этот размер. Ребята, ну, если здесь лежит такое, то почему бы здесь не лежать золотой луннице? А? Или какому-нибудь ауреусу. Супер, просто супер. Итак, друзья, что же это все-таки такое и к какому периоду относится? Это лунница, женский амулет-оберег. Лунницы известны с незапамятных времен, еще с бронзового века. Но на наших землях наибольшее распространение они имели во втором, четвертом веках и во времена Киевской Руси. Этому артефакту около тысячи лет. Лунница 10 века, периода Киевской Руси. Она изготовлена из оловянистой бронзы и имитирует более ранние серебряные лунницы, которые носили знатные барышни того времени. Точно такой же на аукционе я не нашел. Подобные встречаются, но без бусин на концах лунницы. Стоимость у них примерно 40 долларов. Ну, а для меня же этот артефакт бесценен. Вот такая, друзья, мега жирнющая находочка. Ах, селфи на память и бежим дальше. Супер!